Салют, пипл, с вами Химон и как всегда глоточек полезный и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, сегодня мы с вами посмотрим, как майнеры дурят людей с видеокарточками и ноутбуками. Посмотрим, как Nvidia не зарабатывает на майнинге. Также глянем на любопытный слив о видеокарточках AMD RX 7000 серии. Ну а под конец немножечко, но интересно поговорим о материнских платах нового поколения с двумя чипсетами. Гот смотреть, я создал. Ну что, друзья, ныне китайские производители и ритейлеры продают видеокарточки на ноутбучных версиях типа RTX 3060 и RTX 3070, но под видом десктопных. Да, они их оттуда достают, ставят, грубо говоря, туда вертушки и, скажем так, кожух и, пожалуйста, отдают в майнинг. Вся эта волокита, она, естественно, создается для того, чтобы, ну, условно обойти лайт хешрейт, то есть ограничитель для майнинга. Вот и все. Ну потому что они есть на десктопных версиях. При поиске на Taobao в продаже можно найти сотни таких переделанных графических процессоров. Причем производительность GeForce RTX 3070M для майнинга, она составляет от 60 до 65 мегахешей в секунду. А некоторые видеокарты вообще получили HDMI разъемы, но из-за отсутствия драйверов могут нормально работать только на Linux. И ныне Nvidia вообще бездействует. Я так полагаю, ее это полностью устраивает. На нее это никак не влияет. Якобы. И, между прочим, это, как раз таки, возможно, является той самой главной или одной из причин, почему ноутбуки на картах 3060 и 3070 до сих пор такие дорогие во многих регионах. И это несмотря на тенденцию, абсолютно верно, вы сейчас могли подумать, что цены на видеокарточки падают. А некоторые вообще уже упали ниже РРЦ. И для любителей скидок, игр и софта. На сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину. Вводим промокод HUMAN для доп. скидки. Бум, цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему. Вводим ключ. Пользуемся. Профит. Все ссылочки в описании. Ну что, NVIDIA заявила о рекордной выручке за первый квартал этого года. 8 и 29 миллиардов долларов. Вопрос, сколько это или мало? Ну, отвечу вам статистически. Это на 46% больше, чем в прошлом году в первом квартале. А если ближе посмотреть, то это на 8% больше, чем 4 квартал предыдущего 2021 года. Ну а основная прибыль, со слов зеленых, естественно, пришла от центра обработки данных. Ну а теперь, друзья, я немножечко позанудствую, но поверьте, будет интересно. Первое. Это доход подразделения игр в первом квартале. И он составил 3,75 миллиарда. Это на 83% больше прошлогодних результатов. И на 15% больше, чем в предыдущем квартале. Второе. Доход от центров обработки данных тоже стал рекордным. 3,62 миллиарда. А это, ребят, на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ну и на 6% больше, чем в прошлом квартале. Третье. Во втором квартале компания ожидает выручку в размере 8-10 миллиардов. И это с учетом, что уже внесли предполагаемое сокращение от прекращения бизнеса с Россией и пандемическими ограничениями в Китае. И это важное уточнение. Четвертое. Ожидаемая валовая прибыль запланирована на 65,1%. А операционные расходы могут составить 2,46 миллиарда. И пятое, последнее. Выручка от бизнес-подразделения ОЕМ и другого упала до 150 миллионов. То есть это на 52% меньше, если сравнить с первым кварталом прошлого года. И в целом, на продажи отдела ОЕМ и другое повлияло снижение спроса на специализированные ускорители для майнинга. И хоть Nvidia не раскрыла точную сумму продаж, но назвала ее номинальной по сравнению, естественно, с 155 миллионами в первом квартале прошлого года. Ну а между тем, компания и дальше продолжает искусственно ограничивать потенциал майнинга видеокарточек Ampere RTX 3000 серии. Хотя новый драйвер 51295 и делает вновь защиту LHR актуальной, но ничего майнеру не мешает до сих пор просто обкатиться обратно к предыдущему драйверу или изначально просто не ставить новый. Но мы об этом с вами уже говорили, повторяться не буду, так что если вдруг проморгали по поводу драйверов, обхода и так далее, смотрите здесь. Ну а в прошлом году общая выручка компании составила 26914 миллиардов долларов. Чистая же прибыль составила 9752 миллиона долларов. Ну а сами же процессоры для майнинга принесли всего лишь каких-то 550 тысяч долларов. Чистыми естественно. Такие дела. Ну что друзья, вроде бы как видеокарточка RX 7000 серии, очень сильно вероятно будут поддерживать новый порт, DisplayPort 2.0. Итак, Кеплер обнаружил, что AMD начала внедрять исправление для сертификации Ultra High Bit Rate, UHBR если коротко, и это касается DisplayPort 2.0. Ну и к слову, стандарт UHBR 10, 13.5 и 20, они определяют максимальную пропускную способность соединения для кабеля. Ну и естественно, если такая скорость поддерживается исходным и принимающим устройствами. Грубо говоря, между видеокартой и вашим дисплеем или монитором. Хотя, кстати, изначально VESA, ну это та, которая и отвечает за стандарт дисплея, она не хотела вводить стандарт UHBR в спецификации DisplayPort 2.0. И это при том, что когда он был еще представлен в далеком 2019 году. А теперь самое интересное. Через патчи под названием «Изменения DMA для DCN32-321», где DCN означает DisplayCoreNext, мы с вами видим, что AMD готовит включение режима DisplayPort UHBR 20. А этот режим обеспечивает пропускную способность до 80 гигабит в секунду, что на 32 гигабита больше, чем у стандарта HDMI 2.1 и на 48 гигабит больше, чем DisplayPort 1.4a. Ну и в итоге, ребятки, мы с вами получаем вывод с изображением в 16К, в теории. Правда, здесь со сжатием потока изображения. А вот 10К тоже есть возможность без сжатия. Или же 2 экрана в 8К с HDR при 120 герцах. Вопрос тут только в том, у кого есть вообще такие мониторы, телеки и так далее. Или могут быть. Ну и поглядим, когда такие мониторы вообще выпустят. Потому что нам их обещали еще и раньше, насколько мне известно, и под конец 21 года, и вроде бы еще раньше. Но, как следствие, мы их не увидели. Видимо, там есть еще что доработать. Либо же они все-таки ждут, когда выпустят наконец то железо, которое поддержит вывод того качественного изображения на их уже готовые мониторы. Потому что мониторы там могут быть, но нет железа, которое способствует выводу. Поглядим. 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 Во время трансляции MSI Insider продемонстрировал дизайн чипсета AMD X670 без радиаторов. Ну, на самом деле, это вообще первый раз, когда мы с вами видим двойной дизайн чиплета, который AMD подтвердила, но при этом сама не показала. Но зато красные подтвердили, что новые чипсеты X670 не требуют активного охлаждения. А это значительно упростит конструкцию материнских плат серии AMD 6000-х, 600-х, извините, вообще в целом всех. Естественно, снизит стоимость разработки, ну и, вероятно, тоже означает более низкое энергопотребление. Ну, а на этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. С вами как всегда был Хьюман, спасибо за вашу поддержку и, как всегда, кайфовой вам игры.